Добрый вечер, дорогие мои! Вы на канале Приют Ангелов, с вами Народный Батюшка И я вас благодарю за поддержку ролику, где я рассказал про Камилу Валиеву И сказал, что чиновники во многом виноваты то, что с ней происходит Но те, кто не видел первый ролик о том, как вообще может попасть допинг в кровь спортсмена Вы посмотрите, потому что тот-то ролик скорее вас предупреждает Что ваши дети могут быть в такой опасности, что в любой момент в их кровь что-то попадет А потом, как говорится, не расхлебаем У Камилы-то, видимо, получилось, дедушка поцеловал А у дедушки лекарства Они, да, они все с этим веществом сердечно Ну и вот такой результат Там уже подтвердили, что количество, не влияющее на деятельность организма Просто оно есть как есть Но еще раз повторяю, что вообще-то в цивилизованном мире В США, например, в Германии В Англии В таких вот странах В Японии В Китае даже И то Они вот такие анализы, как для спортсменов делают При высокотехнологичных профессиях Которых в США, например, 200 профессий И если вдруг кто-то из ваших захочет в США быть летчиком Быть работником на железной дороге Машинистом То, к сожалению, если вы здесь его случайно поцелуете И у него окажутся эти вещества в дальнейшем Конечно У нее-то оказалась доза, которая вывелась в течение месяца И уже приехала на Олимпиаду Она без нее Без этого вещества Олимпийские анализы не показывают ее Допинга Так называемого Но Да, вот такой мир Они еще счастливы, эти девочки Что за ними так следят И у них такая специальная диета Специальная охрана И все остальное Но, конечно, они очень психологически сильно нагружены И физически очень сильно нагружены Но я сейчас не об этом хочу сказать Потому что Ладно, мы можем обвинять чиновников Некоторые обвинили и Тадберидзу Мне сказали, что Родионова Роднина Например, на нее Вину возложила Хотя я вам могу сказать, что В то время, когда она каталась Просто не входили В состав некоторые вещества Еще не были приняты В список антидопинга То есть антидопинговый список А Применять, конечно, они применяли Причем Именно такое же Вещество Только В более простой Формулировке Формула была Немножечко другая Фенобарбитал Оказался Причиной Нарушения Почти у всей нашей Зимней команды 16 человек По-моему, в Лейк Плессиде У них был обнаружен Фенобарбитал И Виталий Александрович Семенов Который возглавлял Медицинскую Тогда Часть Олимпийской программы За ночь Слетал в Россию И привез Военные Закрытые Исследования Что Фенобарбитал Не влияет на Активность Тогда считали, что Это Хороший допинг Что его можно И солдатам И все остальное А Оказалось, что он вообще не влияет И вот он Мне рассказывал Как тяжело ему это пришлось Со звоном Ну, то есть через Генерального секретаря Аж Было сделано Поскольку это Секретный материал Был Что он не влияет Поскольку думали Ну, ладно Пусть Травятся Иностранцы Они думают Что это допинг А мы уже знаем Мы уже применять не будем И вот Он успел И Не отменили им Эти награды По-моему Там уже и была Роднина Ну, в общем Дело не в этом Сейчас-то я хочу Совсем другую тему Даже затронуть И это тема Психокиллеры Я когда-то Написал С таким названием Статью То ли в конце Девяностых То ли в самом начале Двухтысячной Не помню Просто журнал Меня попросил Безопасности Власть Услышав Мое такое Выступление На одной из конференций Сделать Письменный текст Этого выступления И он опубликовал Такую Статью Называлась она Психокиллеры Кто они И тогда Я Рассказывал Доказывал И указывал Что психокиллер Это тот Кто Информационной Своей Возможностью Но это Прежде всего Журналисты Кстати я придумал Журналюги Этот термин Тоже до меня Никогда Его не было Журналисты Могут убить человека Убить человека И в то время Были примеры Нескольких Артистов Которых Заели Довели Ну и Не помню уж Какие были примеры Статья вызвала Большой отклик Мне Редактор Просил продолжить Эту статью А я Как-то сказал Ну в общем Достаточно Но тем не менее Она и в ЖЖ у меня Опубликована Даже С продолжением И по моему Ролик я такой Если поищите Давно-давно Записывал Но С тех времен Изменилось Немножечко Положение Если тогда Виделось Что вот такая Деятельность Достаточно У редкого Количества Журналистов Которые Ну тот же Невзворов Например Которые Могли Конкретно На человека Как говорится Сказать Так называемую Правду И очень жестокую Правду То Со временем Это стало Все меняться Таких журналистов Со временем Стало Как говорится Пруд пруди И В 90-е годы Такая Журналистика Очень сильно Процветала Поскольку Можно было Человека Уничтожить Можно было У человека Бизнес Отнять Можно было Человека Ну вот Сана Лишить Например То есть То что Делали Со мной Некоторые Лица Которые Записывали Ролики Определенные Это было Вот Психокиллерство Чистой воде И Статьи Выпуская И Стало Достаточно Массовым При этом В какой-то Степень Еще было Все равно Понятно Что Вот Есть Журналистика Положительная Чистая Как говорится Журналистика А есть Журналистика Которая Занимается Достаточно Массово Но Психокиллерством А это Значит Просто В ущерб Людям То что Она Показывает И Тем Ковым Показывают Это Ущерб Ну и Того Кого Показывают Им Тоже Это В ущерб Но Пришло Вот Время Например Сейчас Когда Это Просто Стало Нормой Больше Того Нормальная Журналистика Где Все Тихо Мирно С Разбирательством С Умом Она Почти Перестала Отсутствовать Я Уже Неоднократно Говорил Что Например Всех Замучили Вот Эти скандалы На телевидении Кстати Не один Я Уже Там И Артисты На эту Тему Высказались И депутаты Какие-то Говорят Ну Шкуку Можно Я Смотрю С разных Точек Зрения Как Журналист Я Сам Знаю Что Повлияет На Человека Когда Идет Информация Негативная И вдруг Я вижу Вот Мужское Женское Например Передача Где Сидят Разбирают Какие-то Случаи Бытовые Приглашают Простых Людей Иногда Кстати Там Много Артистов Которые Играют Этих Людей Но Все-таки Есть И реальные Иногда Люди Так Вот Этих Простых Людей Начинают Раскручивать И Журналистам Которые Там Сидят Гордон Или Те Кто Готовит А Гордон И Другая Соведущая Они Часто Сами Ничего Не Знают Они Просто Читают То Что Им Подготовил Редакции Эти Вопросы Задают Такие Вопросы Которые Человек В общем-то Не Ожидал И Человек Приходит С Одним Настроением И С Одной Скажем Говоря Помирает Нее Нее Это Это И От Этого Зависит Что Вот Одна Эмоциональная А Другая Не Эмоциональная Ту Не Раскрутишь А Это Легко Встанет Вспылит Побежит Ругаться Начнет Там Пульс У нее Сильно Поднимется Но Вот Представить Как Она Облитая Этой Грязью Выйдет Из Студии И Будет Дальше Жить Немногие Могут А Журналист Должен Осознавать Что То Что Он Сделал Откликается На Всю Жизнь На Этом Человеке То Есть Невинное Обвинение Ему Казалось Бы Здесь Добытое И Случайно Высказанное Может Оказаться Роковым И Убийственным Для этого Человека И взаимоотношения У него Особенно Вот в таких Как у нас Маленьких Деревнях Или еще Что-то Они Резко Изменятся И он Никогда Грубо говоря Не отмоется Поэтому Если мы Глубже Проанализируем Что Было С Камилой То мы Увидим Что Не просто Чиновники А Еще и Журналисты В этом Скандале Виноваты Поскольку Журналистам Сдали Те Кто Эту Пробу Получил Этот Результат Продал Я думаю Что продал Очень дорого Этот результат Журналисты Первые Озвучили Ее Имя И Журналисты Бегали за ней Спрашиваю Принимала она Допинг Или нет Но вы скажете Вот там Английские Журналисты Это они Там бегали Ничего Подобного Посмотрите Сейчас Такая же Проблема Произошла С Сашей Трусовой Очень достойная Девочка Прямо так Действительно Жалко Что За все Ее выступления Так Золотой Медали Не получилось Но она Сделала Самую Техническую Тяжелую Программу И думала Что этим Сможет победить С небольшой Ошибочкой Но Оказалась На втором месте Она заплакала Она сказала Я ненавижу Этот спорт Она сказала Я Больше не приду На площадку Я не пойду На награждение Кто это снял? Она попросила Журналиста Не выкладывайте Это Пожалуйста Никуда Кто это снял И кто это Первый выложил Первый канал Российского телевидения Вот Нашлись На самых Главных Каналах Вот такие Психокиллеры Которые Тоже Не постеснялись Что Девочка Только-только Из детства Выходит Она На эмоциональном Срыве Такое Сделано На следующий Сегодня Она Объяснила Что это Был эмоциональный Конечно Срыв Но Они-то Это Сделали И мы Видим Что бегает Эта толпа Этих Журналистов За всеми Особенно За теми У кого Есть Возможность Какой-то Скандаль Ухватить Пожалуйста Би-би-си Случайно Выложила Кадры Как Готовят Украинцы Съемки Провокационные Как Нападет Россия Все Это Весь признак Что это Постановочный Не то Что там Трое-четверо В костюмах Военных Маскировочных Бегают С оружием Куда-то Стреляют А то Что толпа Журналистов Снимает Все это Причем С нашими Надписями С русскими Надписями Такой-то канал Такой-то канал И то же самое С Другими Спортсменами Вот Журналистика Из Понятия Желтая Журналистика Как Ненормальная Журналистика Перешла В нормальные Состояние Что желтые Это все Вот Ненормальным Стало То что Хорошо Спокойно Нормально Задумчиво С воздержанием Вот И в чем Проблема И эта проблема Заключается В том Что психокилеры Это прямо Среди нас Уже живут Они Считают Себя Уважаемыми Людьми Они считают Себя Уважаемыми Ведущими Они Они запросто Кого хочешь Унизят Кого хочешь Информационно Расстреляют И им Дела До этого Нет Они не Смущаются Даже Того Что они Сделали И к сожалению Вот это Большая Беда И сказать Что эту Беду Мы когда-то Сможем Быстро Преодолеть Я Не смогу Не решаюсь Поскольку Вот Мы тут Недавно Обсуждали Кадры Журналистские Или например Я Вижу Как об этих Кадрах Рассказывает Тот же Виталий Третьяков Руководитель Факультета Журналистики Он не руководитель Он там наверное Декан Значит МГУ И видно Что он Сам С большим Сожалением И С большим Ущербностью Говорит О том Кто Сейчас Приходит Во всю Эту Журналистику Недавно Слышал Рассказ Человека Который Сходил На факультет Журналистики И попытался Там Немножечко С кем-то Разговаривать Он говорит Это невозможно Это такое Высокомерие Это такая Значит Оплом Что Ну что-то Они 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 не представляют Собой Вторую Профессию Самую популярную В мире А Себя считают Главами Всего Вот Что они Главные Они во всем Главные И вот Такая Журналистика Конечно Далеко Нас Не приведет Мы Так И будем Жить На этих Скандалах Мы Так И будем Сами Себя Ущербно Чувствовать Поскольку Все время Показывают Ущербность Все время Показывают Все Уже Всех Переполоскали Всех Кого Мы считали Когда-то Хорошими Какими-то Этими Нашли Что у них Там Незаконные Дети У них Какие-то Незаконные Квартиры У них Еще чего-то Там И мама Не горюй И это Все Вот и есть Психокиллерство Психокиллерство Так что Будьте Внимательны Включая Телевизор Тот или иной Канал Имейте Ввиду Что На вас Нацелена Снайперская Вестовка Психокиллера Он Желает Нанести Вам Эмоциональный Ущерб Он Желает Чтобы Вы В этом Ущербе Получили Себе Удовольствие После того Как Прошло Ну и Конечно Сами Берегитесь Участвовать В этом Поскольку Любой Попавший На Такой Экран Может На всю Жизнь Остаться Таким Психокалекой Поскольку Он Ничего не знает Как это Все Повернуть Все Можно Перевернуть Я Будучи Опытным Журналистом Встретил Несколько Лет К нам Назад Приезжала Саша Саша Бублик Фамилия Такой Журналист Уж Как Она Перед Нами Расстелилась Какая Она Добрая Как Она Хочет Нам Добро Сделать Показать Как Мы Правильно Живем Мы Ее И Кормили Тем Что У нас Есть И Интервью Ей Давали Самое Откровенное Я Никогда Ничего Не Скрывал И Никогда Ничего Что Вы Сделали Она Сделала Фильм О том Какие Плохой Я Головин Отец Владимир Ну там Еще Кто-то Под названием Лжестарцы Вот Вот Такое А я Че Рвался В старцы Какие-то Или еще Что-то Или Лже Священники Не знаю Как-то Как Вот Это Расценить Ведь Как Змея Вползла В дом Вот И Критиковал Это Всех И Журналистику И Патриарха Если бы Рассказать Или Записать Что она Про все Православие Говорила Это мама Не горюй Хотя Надо было Подумать Что Раз Она Так Относится Ко всему Этому Стоит Ли Ей Доверять Так что Будьте Внимательны Будьте Живы Если что-то Случилось Не переживайте Это всего лишь Журналистика Это всего лишь Рана Рану Можно Залечить Здоровья Вам Всем Радости Аминь Редактор субтитров Редактор субтитров Редактор субтитров Редактор субтитров